итак здравствуйте дорогие зрители с вами я алексей да двс все доброго времени суток короче и с вами я алексей как я говорю и у нас тут немножко обновления да я обновил игру мало того я ее не просто обновил у меня почему то фпс падает я сделал вот такой корабль и как вы видите это нестандартные части да я поставил моды и нет я не купил лицуху я поставил моды не купил лицуху вот так вот и он еще один мод он добавляет новые виды кораблей старые наверное вообще убирает но я старых не видел вот как вы видите там какой-то карьер летает мне как бы плевать главное что у меня есть такой вот движок hellblade называется это вот корабль который называется ракель я его назвал ракель он очень красивый но его реакторов четырех не хватает на этот двигатель вот это вот как в звездных войнах лазерная пушка и она работает прикиньте одна из моих мечт сбылась тут появилась лучевое оружие но правда не постоянный луч это именно импульсное ружье но у меня есть и лазер с предположительно постоянным лучом он да тут много в принципе разных лучей оружие инструменты вот тут просто такая фигня есть лазерная турель есть есть лазерная пушка вот это вот она я так понял с этой лазер лэнс объединяется фотон агитатор что за и агитатор агитатор это я не знаю там те что раздают какие-то там фиговины вот еще есть трактор бим и репульсор бим репульс орган а что такое репульсор я не знаю нужно будет посмотреть ну и на самом-то деле и из лазерных у меня все то есть только вот это и вот это и вот этого три пушки но понимаете в чем прикол то есть проблема в том что были там воркшопе из этого посмотрите как он быстро двигается нужно было бы на него посмотреть но вначале я должен сохранить этот корабль а вдруг у его раз бомбят тем более он сделан как вы видите из легкой брони так давайте так но как его сохранить спросите вы а все просто мы нажимаем control п и все и у нас есть ракель так это мы удаляем малый корабль это предыдущая версия ракеля и вот у нас есть корабль и я уже проверил усмотрите он вообще близко все давайте попробуем его захватить так как вы видите перегрузка преследует меня а где где он он исчез прикиньте как так ну как так ну ладно значит просто полетаем нашим ракели так нет к нам нужно найти этот движок до тяга перехват ой можно найти по поставить чтобы он постоянно работал ноц ой а в чем прикол почему он теперь не работает что-то не то не вздумай Почему я эту тягу поставил? Блин. Ну? Останавливайся давай. Останавливайся. Ты остановишься когда-нибудь или нет? Вот. Всё. Давай-давай-давай-давай останавливайся. Всё-всё-всё. Ноль. И он опять начинает набирать скорость. Это неправильно. Мы сейчас из него вылезем потихоньку. И попробуем спилить движок и заново его поставить. Чтобы он не работал. Вот. А теперь он не должен работать. Эй, ты чё делаешь? Ты опять решил полететь? Какой-то неуправляемый движок. Было всё нормально. Почему я не могу уменьшить? А, всё. Я отключил тягу, надеюсь. Или нет? Да ну какого хрена? Ты издеваешься? Не надо мне трастеры без участия кабины включать. Ну, отлично. Теперь ещё один геморрой будет. Ладно. Значит, мы возвращаемся к базе. Да, и у меня сбросились все приваты. Как вы видите, мне пришлось сбросить. Потому что, ну, в предыдущей версии игры... Чё? Этот движок вообще упоротый. Он не реагирует. Он просто не реагирует на то, что я вперёд подаю. При этом он как бы сам работает. Когда ты уже успокоишься, ублюдок? Всё. Так, ладно, вывожу. И корабль улетает от меня. Всё правильно. Так и должно быть. Я всех переиграл. Нафиг тебя. Всё. И теперь я тебя заново буду ставить. Где ты тут? Так, ускорители. Всё-таки мне нужен этот движок. Он крут. А, он даже не в движках, по-моему. Есть. Но это на самом-то деле крутая функция. Её даже надо было бы реализовать. В ванильном Space Engineers, чтобы можно было тягу включать. Ну, почему она не отключается? Нужно же отключить её тоже. Так. Где тут этот движок? Вот, видите, у него есть даже несколько цветов. И мы сейчас тут поставим один. Надеюсь, не будет такого, как в прошлый раз. Корабль не полетит, надеюсь. Вот так. Всё отлично. Тик-так-так. Вроде теперь не летит. И смотрим. Вот, видите, я если её включить... Вот, видите, отключено. А как её, кстати, отключить? А, вот. То есть можно задать значение и через это, короче, отключить. Ну, типа поставить ноль. И всё. Ну, зато теперь, видите, когда я его включаю, он перегрузку мне делает. Так. Вот тут кабина такая есть. Давайте к маяку куда-нибудь прилетим. Э, зараза. Нужно с гироскопами что-то сделать. У меня три гироскопа. И... Так. Э, вот. Всё. Вот, теперь лучше. Он более послушный стал. Ой, как быстро набирает этот движок нам скорость. Смотрите. Кстати, максимальная скорость теперь тоже увеличилась. Я так и не поразбирал ничего. Это вы тоже можете видеть. И... Вы, наверное, ждёте, что я буду стрелять. Это же очевидно. Тут же у меня есть лучевое оружие. Я о нём сказал, но я не стреляю пока что. Ну, патроны для него делаются из урана. Ну, то есть логично. Энергетические патроны урана. Так, нужно восемнадцать. Это значит девять ящиков. Берём мы себе. И во второй перекладываем. Тут по-дебильному загрузка происходит. И вообще, то есть... Я не уверен, что можно автоматизировать подгрузку боеприпасов у них. В эти пушки. И они только для маленьких кораблей. Но это секс-винга пушки. Так, а почему такое название? Ракель у него. Да, просто. Во-первых, он похож на ракель. Ракель это такая фигня, которая там... Неважно. Вы не знаете. Но, в общем... Ею пасту придавливают. И вот здесь вот такой нос, как ракель, похож. У него вообще он плоский, то есть, как ракель. Ну, только вот видите, тормозные движки тут лазят. Я на самом-то деле его не знаю. Часа два делал. Довольно долго. Но теперь всё позади. И... Что ещё? Ну и потому, что он... Для раков. Таких, как я. Для нубов. Также я узнал, что спавн в этой игре не постоянен. То есть, мы там где-то заспаунились. И в этот раз, то есть, у меня сбился спавн. И он оказался хрен знает где, в общем-то. Не в том месте совершенно, где он должен был быть. Откуда я узнал, даже не спрашивайте. Просто там... А может... Не знаю. Ну, в общем, в разе, где у всех наших маяков я заспаунился. Не так уж это далеко было, кстати. Вот, смотрите, скорость 155,7 максимальная. Для... О, смотрите. 155,5, 155,7. То есть, этот движок, он даже выше максимальной разгоняет. Настолько крутой. Так вот, в чём прикол? То есть, обновление, оно позволило как раз-таки увеличивать максимальную скорость. И это довольно круто. Но я поставил мод, который её, в общем-то, ограничивает довольно неплохо так. Ну и... Небо, я не помню, у меня этот скайбокс был или нет. Но он, в общем-то, тоже добавляется тем модом. И вот это вот сияние, оно меня задолбало. Исход 1, видите. Вот с такой скоростью мы можем лететь. Ну... И это было бы не игра. Точнее, игра как раз-таки было бы. Но... А что же это за хрень? Ой. Так, нет, не КГ. Вот, мы вот это вот сюда ставим. Выключаем нафиг. Так, маяк. И мне интересны вот эти вот астероиды. Я хочу их побомбить немножко. У него, конечно, кабина слишком жирная. Ну, давайте побомбим, что ли, этот астероид. Вот, видите, две точки. Бабах! Бабах! Вот так вот, в общем, всё это выглядит. А вот так вот из кабины. И уже 161 патрон. Там за 0.17 урана делается 10 патронов или около того. Так, ну, мы тут что-то повредили хотя бы? Мы вообще можем повредить? Ай-яй-яй-яй-яй! Еле остановился. Ой, чё-то не видно, нифига. Нет, чё-то повреждает. Видите? Всякие хреновины откалываются. А когда слишком близко, то не видны эти лучи. Да, они появляются на определённом расстоянии от нас. Вот такая вот фигня. Звезду смерти уничтожай! Ну, конечно, смотрите, насколько более слабые движки вот эти вот, маленькие. Вот это вот стандартные движки маленькие, только там, ну, с модами. Там они разных типов есть в моде. Движки. А вот задний очень мощный, но он и перегрузку нам создаёт. Значит, летим к маяку и к остальным маякам. В общем, как-то так. Да, все патроны я просрал. Но, в принципе, у меня уран на дофигище просто. Поэтому в этом проблем у нас нет. Не знаю, буду ли я на этом корабле летать полноценно. Он очень мощный. Вот этот вот движок мне довольно-таки сильно нравится. Он из Вахи. Ну, в общем-то, один чувак делает наподобие Вархаммера 40 тысяч всякие движки. И, в общем-то, выглядит он круто. Такой действительно, как хаоситский. Нужно ещё корабль перекрасить, если бы был такой пурпурный цвет. А остальные бирюзовые движки. Ну, я их наугад выбирал на самом-то деле. Бирюзовые, не бирюзовые, какая разница. Да, с тормозами, конечно, у него явно проблемы. У моего корабля. Ну, самое крутое, что можно всегда куда-нибудь свалить, ну, уклониться, в общем. О, один А-Шаттл. Давайте к нему полетим. Я хочу попробовать его захватить. Правда, у меня патрона уже нету, но... Будем, значит, захватывать другим способом. Ну, или хотя бы на него посмотрим. А то как иначе. Чего-то он не туда летит. Ты не туда летишь, парень. Ну, я быстрее тебя. Поэтому я тебя догоню по-любое. У меня еще и топливо на 10 часов. Наша задача, в принципе... Так, тройку включаем, и теперь мы сможем к нему присосаться и остановить его. То есть, в принципе, этот корабль, он годится, пусть даже и хуже нашего предыдущего. Для захвата всяких. Что? Он исчез! Какого хрена он исчез? Ну, вы издеваетесь? Ну, бляха-мухаш. Ну, чё это за фигня? Как я мог преодолеть такое расстояние за такое маленькое время? Вы издеваетесь вообще? И мне теперь назад. Да, я угадал. Что это за говно? Он только появился, и я начал к нему лететь. И при этом я не успел к нему долететь. Это как так? У меня прямо разрыв шаблона произошел. Ну, ладно, будем так летать. Какая разница? А, да, и нужно будет переместить нашу базу. Ну, наш базовый корабль, что ли. Вот я не знаю, нужно подобрать где-то астероид и сделать на нем реально базу. Постоянную. Ну, по одной простой причине, как бы, сделать постоянную базу. Потому что нам нужно где-то верфь строить, а верфь это очень накладная штука, ее трудно построить на корабле. Ну, и вообще, то есть, база, придется нам ее сделать, как ни крути. Я также поставил мод на бетон. Так что у нас будет новый стройматериал. Пожалуй, пора включать. Ну, что, бомбим? Нет, не бомбим. Думаю, не нужно бомбить. Бомбить плохо. И Будапештик тоже. Так, ну что, попробуем его припарковать или не надо пока? Думаю, надо припарковать. Я его не буду юзать в приезжайшее время. У меня есть другой корабль. Или нету? Я на самом-то деле не помню. Он у меня остался или... Да, вот оно, вот видите, он же пристыкован к этому. Я его так и не отстыковал. Конечно, вот эта вот верхняя часть плоская и широкая. Возможно, я в нее еще что-нибудь засуну. Там пока что только маяк размещается, вот видите. Поэтому, как бы, с ней много проблем. И давайте отключим пушки, чтобы не было проблем. Чё? Он стреляет с отключенной... А, там одна пушка отключена, блин. Нужно их в группу добавить и потом отключить все вместе. Иначе будет, в общем-то, проблема. Да, вот видите, она как раз и направлена куда-то там. Можем вот так вот сесть. Довольно долго он садится. Ну, давай, давай, садись уже. Еще есть сохранение произошло. Так, есть. Теперь... Ну, все, в принципе, все отключено, все сделано. И он тут как раз вписывается, смотрите. Можно его будет потом перекрасить в какой-нибудь другой цвет. А так, в принципе, мне этот корабль очень понравился. Ну, дальше что? Да, из-за того, что я треспаунился как другой человек на своей карте. И, в общем-то, все приваты сбились. Мне выдало вот этот вот корабль, который я до сих пор не разобрал. Эти корабли, они ужасно читерные. Ну, дело в том, что я заспаунился очень далеко от этого места. Поэтому мне пришлось взять большой корабль, потому что я не знал, вдруг, там, что-то... Ну, и на самом-то деле мне жаль, раз я уже... Жалко было ресурсов. Раз я уже сюда прилетел, значит, мне нужно... Собрать их. Логично ведь. Вот теперь разбираю. Пристыковал его к какой-то хреновине. Ну, к моему кораблику, одному из них. И все хорошо. Также я планирую на базе сделать именно верфь, и чтобы автоматически делались на ней корабли. Так, нужно выключить. Дальше что? Тут мне интересно... Но... Мне это интересно. Во-первых, мы вот это все сложим сюда. Гравитационный... Вот, смотрите, сколько у меня урана. Дуговая печь. Почему в ней вот эта вот штука? Давай, перерабатывайся. 164К железо. Круто. 18К кобальта. Тоже хорошо. Так, уран, платины, еще что-то. Производство. Вот у нас есть сент, гранулят. И цемент. Для всего этого нужно много очень гравия. И в итоге мы получим бетон. Из этого. Дальше что? Большой грузовой... Что-то там... Нужен этот лазарет. Да, медпункт. Вот. Ну да, он мой, 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 мой. Май, май, май. А вот интересно, я могу... Сделать моим... Не разбираю я что-нибудь. Вот с маяком так получилось. То есть, если ты управляешь, то ты можешь, в принципе... Очистительный завод. Вот я могу с... Вот. Я могу это делать. Так зачем я распиливал каждый контейнер, если я мог бы... То есть, через... Централизованно дать себе доступ. Довольно круто. Довольно круто. Блин, 14 фпс. Но это из-за того, что... Да. Из-за того, что музыка и браузер работает. Закачивает предыдущую серию нашего видео. Можно побурить, полететь. Но бурить я не хочу. Можно начать строить очередной корабль. Но это геморрой, на самом-то деле. А, и да, у меня аж ресурсов нет. Нужно взять тогда ресурсов. И вообще разобраться с этими всеми вещами. Так, магний, силициум... Ну, буду называть его силициумом. Какая разница, кому? Вот это вот, что за сборщики? Какие нафиг... А-а-а... Понял. Это сборщики... Вот опять же, тоже называются сборщиками. Хотя это сборщики, которые собирают ресурсы извне. А-а-а, то сборщик, который собирает компоненты из ресурсов. Вещи-то разные. Но, тем не менее. Называются одинаково. М-м-м, так. Отсюда... Очистительный завод. Здесь 42 каурана. Окей. Кобальтнитель... Стоп. Кобальтнитель, это же... Совершенно другие вещи. Вот сюда нужно, скорее, платину. Фух. Нужно разбираться со всем этим. Очистительный завод 2. Да, у нас есть он. О, тут еще... Есть, видите, вот масса. 0,45 килограмм, объем... 0,20 литров. И делается эта штука из 0,17 урана. Но, ракета намного дороже делается, поэтому, в принципе, можно и раскошелиться. Так, вот это платиново обязательно сюда. Очистительный завод. Ага. А сюда силициум этот. Так, а сюда кобальт и никель. Потому что уже он здесь заканчивается. А это недопустимо. Оружие, в принципе, патроны и все остальное тоже вполне себе можно разбирать. У меня, кстати, ресурсы уже... Довольно много ресурсов переработалось. И это интересно. Очень интересно. Хм. Ой. Это я тот же силициум засунул. О, магнит пусть перерабатывается. Вот так. Магнит пусть перерабатывает за все, я решил. У... Ты чё сюда засунул? Ты что, поехавший? Тебя ждет расстрел. Мм... А здесь уран. Ну, уран, ну, всему голова. Нет урана, нет энергии. Нет энергии, нет жизни. Говорят, еще нет воды, нет жизни. Но... Энергия важнее, потому что... Потому что, потому жизнь бывает и кремниевой. Для нее... Для кремниевой жизни не нужно никакой воды. Ну, вообще-то, в теории только она бывает кремниевой. Вот он, наш сборщик. Он собирает обычно всякие штуки интересные. Но нам нужно сделать корабль, который будет разбирать, а не собирать. Это очень важно, на самом-то деле. И я сейчас, наверное, отлучусь. Мне хавать хочется. Ой, зачем я это говорю? Ну, не важно. И так, продолжаем. Ой. Ммм, да. Че нам нужно? Нам нужен корабль, который будет с коннектором, чтобы пристыковываться к нашему основному. А также будет с кучей распильщиков. То есть, будет распиливать остальные корабли. И это... Это интересно, на самом-то деле. Новую станцию... А, конечно. Новую станцию. Давайте-ка. Бабах. И производство. Производить мы будем... Да, 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 да. Зараза, много тут всего добавилось теперь. Побольше будем производить всяких пластиночек, там, еще чего-то. Скрыть пустые и вообще. Угу. Ну, как минимум, вот это заберем. И вот это заберем. И вот это заберем. Ну и отлично. Этого, думаю, хватит пока. Новая станция. Берем новую станцию, делаем. Блин, нужно все это автоматически уже делать. Ну. В смысле. Хотя бы не на видео. Давай. Давай, че тебе нужно? Строительный компонент. Зачем тебе он нужен? И дыду. Дыду-ды-ды. Дыду. Блин, эта музыка, за него могут, наверное, забанить. Может и не могут. Какая мне разница. Я вообще поехавший. Мне пофигу на авторские права. Если вы разработчик Space Engineer, то нет, мне не пофиг. Я боюсь вас. Ладно, шучу. Я ломал ваши игры. Я ваш дом труба, шатал вроде того. Так, ну ладно, пусть будут теперь корабли наши все белыми. Пофигу. Так, так, так. Ну, естественно, должна будет здесь быть кабинка. В остальном стандартный корабль. Фух. Вот так вот я их и строю. Вот реально. Летаю. Куда-то. За сырьем. И продолжаю строить. А другого способа нет. Ну, есть, конечно, но когда ты первый построил, то появляются способы. Альтернативные. А первый придется самому построить. В Майнкрафте даже такого способа нет. Так что, в принципе, это ничего. В Майнкрафте там хрен, что построишь вообще. Из-за этих всех ограничений. Летать нельзя, например. А здесь корабли... Ну, блоков много надо ставить, разве что. Но с большими кораблями легче в этом плане. И то. Люди недовольны. Дальше. Нам нужно вперед побольше вот этих вот блоков поставить. Зачем, спросите, наверное, вы. А может и нет. Вперед не надо. Вбок. Вот здесь вот будут у нас эти сварщики и все такое. Вот так. И теперь выбираем не сварщики, а распильщики, резаки. Вот. Вот, короче, один тут будет. И тут второй. Это чтобы побыстрее и побольше объемом было вся эта фигня. Не уверен я, что вот это вот нужно. Возможно, я его потом уберу просто-напросто и все. И сзади, вот сзади этих резаков у нас будет контейнер. И к нему будет присоединен коннектор. Это мой план такой маленький и тайный. Ну, вы понимаете, я планирую в зависимости от задачи. Тут даже во время одной из загрузок была такая фраза. То есть, для оптимиста стакан наполовину полон. Для пессимиста стакан наполовину пуст. А для инженера стакан в два раза больше, чем должен быть. То есть, оптимально расходовать ресурсы нужно. И в принципе, эта игра, как ни странно, позволяет это делать. Ну, в ней необходимо это делать. А во многих играх нифига подобного. Стоп. Ну да, все правильно. Вот, второй ставим. Я не знаю, какие конвейеры я буду сюда подсоединять. И как это все будет происходить. Пожалуй, я даже красотой займусь. Потому что я теперь знаю, как сохранять корабли эти. А это, в свою очередь, значит, что не имеет смысл красиво делать. Ну, чтобы потом сразу при помощи всяких приколов их строить уже красивыми. Ну, не знаю, может, переделаю потом. Ну, так, я думаю, подойдет. Сойдет. Даже вот самая большая проблема это симметрия. Симметрия это реально проблема. Сзади здесь у нас будет контейнер маленький. Ой, нет. Средний, как минимум. И мне нужно проследить так, чтобы... Так, а с этой стороны тоже маленький конвейер. А сверху и снизу нету ничего, да? Но это на самом-то деле геморрой. А спереди что? Угу. То есть, с двух сторон там... Хэви Крайзер. Нет, Хэви Крайзер мне не нужен. Ну, потому что Хэви Крайзер он меня расплючит. В этом я не сомневаюсь. И тем более из модов. Но я даже не знаю, если честно. Давайте-ка сделаем... Вот так. Нет. Блин. Вот. Ну да, вот так вот. А может и нет. Вот теперь вверх, да. Все. Вот так сделаем. И теперь здесь мы подведем в будущем... Вот сюда куда-то маленькие конвейеры. Я надеюсь, они будут работать с этими распильщиками. И к этой фигне подведем их. И здесь где-то коннектор сделаем. И движки, естественно, нужно... Также гироскоп и реакторы поставить. Но это много работы. Я не хочу это делать на видео. Очень много работы, скажем так. Час мне нужно будет здесь долбиться. А сейчас я попробую, чтобы увидеть более, скажем так, наглядно, что мне дальше делать. Я попробую все это построить. Так, и отсюда аж я могу маяк сделать моим. Маяк, ты мой. Да. Все. Мой маяк. Вон так и написано. Мой маяк. Раньше я не писала такого. Мой маяк. Хэви Крайзер. Все-таки интересно. Что он из себя представляет. Но он исчезнет. Скорее всего. Так всегда происходит. Ой, я даже не смог достроить эту хреновину. Интересно, чего не хватает. По идее, всего должно хватать. Ну и кого ты там строишь? Кстати, вот эта вот штука... У меня аж скорость строительства максимальная стоит. И вот эта вот штука, она строит медленнее, чем... Я своими руками. Причем гораздо. Но зато она сразу много боков строит. И в этом преимущество. О, сейчас все здесь достроим. Ну вот, теперь я вижу что-то. Но что я вижу? Что мы видим? Кроме мертвых... Железяк. Так. Мы видим, что тут у нас будет... Большой, скорее всего, вход. Ну что, попробуем конвейеры. А чего там, кстати, не хватает? Там не хватает больших стальных труб. Ну да, они много весят, и я их отсюда убрал. Нужно теперь вернуть. А может, я даже и сам дострою тогда. Раз такое дело. Да, я достроил! Эту распилочную машинку. Я вообще этот корабль, наверное, в красной покрашу, потому что... Он же распилочная, он, короче, опасный, красный такой. И нужны конвейеры. Разных типов. И вообще, я же могу так вот переключить и сюда, все там конвейеры засунуть и... Другие вещи интересные. МММ. МММ. Это развод. МММ. Это развод. Логичный. Так. Извлекатель нет. Нам нужен коннектор. Вот это... Часть конвейера. Зачем часть конвейера? Давайте возьмем на всякий случай. Но она мне никогда не пригождалась. Поэтому, мне кажется, странным ее наличие. Так. Бабах. Все-таки крутая игра Planescape Torment. Надо будет как-нибудь ее продолжить, проходить. Ну, я не знаю. Просто одно время мне нечего было снимать. Я Planescape парочку серий записал. А теперь неохота. Она просто там много надо читать. И... Это... Это геморрой. Именно на видео это делать. Сам-то я там... Завис бы надолго. Но сам я не хочу играть, потому что... Мне захочется ее записать. Там же философия и все такое. Хотя кто-то уже ее и записывал на YouTube. Но все же. Так. Вот. Все. Наконец-то. Наконец-то. Кстати, а там трубы нужны для него? Нет, не нужны. Там только строительные компоненты и все такое. А это из Добанова Скайрима музычка, по-моему. И ты не работаешь, да? Это не хорошо, я бы сказал. А как тогда... К тебе что, нельзя подключать маленьких этих... Конвейеров? Да, беда. Это, конечно, беда. Было бы намного легче, если бы можно было маленькими конвейерами из них забирать все. Хотя, ну да, в маленькие конвейеры из них помещаются некоторые вещи, которые большие. Придется, значит, большими конвейерами тут все сделать. Ну, хорошо. Челлендж отцептед. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Ой. У меня почему-то весь инвентарь уже забит. Как вы видите, именно вот... Такой мощью... Такой мощой... Я и орудую. То есть, вот так вот геморно мне всегда делать корабли. Можете меня пожалеть. Стоп, так это ж придется кверху или книзу подключать огромными конвейерами все это. Тогда придется разобрать и вот эту вот штуку. Средний грузовой контейнер. И поставить его по-другому. Лучше всего его поставить... Так, вот так вот. И придется даже вот эту вот штуку разобрать. Я так чувствую, потому что она не так стоит. Да, в итоге, видите, все пришлось разобрать. И вот так вот поставлю. И теперь мне нужно большой конвейер. Биг конвейер. И вот его мы теперь поворачиваем. Вот так, да? Да, так, именно... Именно так. А маленьких трубок не хватает, ну ладно. И здесь теперь моторов не хватает. В общем, везде всего не хватает теперь. Такова жизнь. Бывает, чего-то не хватает. А че с конвейером? Он что, все равно не работает? Странно. М. И. А, ну да, энергии же нету. Так, может, он бы и работал. Блин. О, а там тем временем какой-то ауксиларий добавился к нашему хэви-крайзеру. Но я не полечу туда. Ни за что. Пока не полечу. Позже, может, и полечу. Ну, в принципе, ничего. Так сократили наш корабль, его размеры. Сильнее. Но только придется вот эти вот вещи отпилить. Потому что они, видите, дальше этих пил выходят и будут мешаться. В итоге у нас получится корабль, с которого все отлично видно и который может распиливать все хорошо. Ну и на этом я, пожалуй, попрощаюсь и доделаю все сам. Пока-пока.